Я начну с позитива, с лета. Макушка лета. Вся земля ярким солнцем согрета, Наполняется колос зерном. На макушке горячего лета Я июльским дотронулась днём. Хорошо в жаркий полдень в купальне плавать, Глядя в небесную ши, И бродить за оковицей дальней, Где зарос и вончает пустырь. А из леса кукует кукушка, И журчат ледяные ключи. Ах, как лето пылает макушка, И ладони его горячей. Второе стихотворение тоже позитивное, Но немножко с воздумьями. Фотографии в сельском доме. Фотографии в сельском доме, В старых рамочках на стене. Летний зной в полуденной дреме Облетел цветок на окне. В нашей горнице тишь, прохлада. На столе стеклянные кувши Залетела пчела из сада. Ни гудков, ни шуршания жжи. Сладко пахнет липовым цветом. Вся семья сидит за столом. Помню детство, последнее лето. Все потеют, придут потомки. Так, теперь немножко такое шутливое стихотворение. К художнику. Если здесь есть петербуржцы, ленинградцы, Они знают, что возле сада, Где памятник Екатерины, Он называется шутливо Катькин сад. Там всегда художники представляют свои работы. Художник возле Катькиного сада. Ты смотришь на меня, как на модели. Ну что ж, в весу, я только буду рада, Когда свое закончишь акварель. Ты говоришь в улыбке обаяния, И вот решенном взгляде в никуда. Закрась штрихом следы морщины ранней, Ну хоть на портрете буду молода. Придай лицу наивную беспечность, Без отпечатков, сделанных судьбой. Отбрось моих сомнений бесконечность, А нарисуй и счастье, и покой. Как будто мне подарки дорогие, Дарила жизнь, и от ее щедрот Я растеряла годы молодые, Их разбазарив на сто лет вперед. Ты нарисуй, что я купаюсь в счастье, Поярче краски, посильней мазок, Пусть пожалеет обушедшей страсти Тот, кто когда-то уною пренебрег. Так, теперь стихотворение. Если мы уже вспомнили Петербург В 2019 году, я там была в последний раз, В мае солнце, температура до 27 градусов, И вдруг, павел дождь, И я услышала такую фразу в себе, В Питер вернулся Питер. Она рассказывает о своем городе, Санкт-Петербург, В первом году, она ходила, И вдруг она везла, И вдруг она везла, Она везла, и она сказала, Вот, это Питер, Санкт-Петербург, Он везла в Питер. Это как везли. Вновь дождевые нити Рухнули с неба воды. В Питер вернулся Питер С резкой сырой погодой. После жары, Как будто где-нибудь на Гавайях, Что-то он там напутал, Лето принес нам в мае. Всюду цвели тюльпаны, Так непривычно ярко. Вспомнились сразу страны, Где постоянно жарко. Знойная даль, дрожание, Солнцем согретых улиц, Контуров размывания, Но холода вернулись. Зелень чуть зеленее, Дождик, ты мой приятель, В холод меня согреет Тяжесть чужих объятий. Город мой снова молод, Капли с лица смахните, Серость, дожди и холод. В Питер вернулся Питер. Есть еще? Одно стихотворение там. Так, одно стихотворение. Стихотворение, посвященное катастрофе, Второе молчание. Причь идет о Холокосте. Да. Пан Корчик, Вы их можете оставить, Детей еврейских никому не нужных. Вы им никто, Испуганная Арабия. Ведь это же всего лишь ваша служба, Дом для сирот еврейских. Ну бывает. Ну что вам эти жалкие евреи, Выходят в жизнь, И тут же забывают, Все эти Мойша, Хаина и Лея. Они идут четверками в Колумбию. И, как всегда, Вы впереди, учитель, Идете к приготовленным вагонам, И страшно всем, Как жутко вы молчите. За шагом в шаг Шуршит дорожный грань. Дорога в ад, Об этом каждый знает. Но почему же, Вопреки уставу, Честь отдают Идущим полицая, И смотрят вверх, Чтоб не прорвались слезы, Чтоб не проснулась совесть, Иначе не снилась непонятная угроза, Сурового, Недетского молчания. Благодарю за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует... Спасибо.